Дорогие мои подписчики, дорогие гости моего канала, здравствуйте! Принимайте огромный привет с берегов Балтийского моря! А с вами Людмила Батакова и мне очень приятно, что вы ко мне сегодня заглянули и смотрите это видео. Так объявлять войну еде или не объявлять? Вот такая тема родилась сегодня. Я хочу ее раскрыть. Почему? Потому что, ну, здесь тоже понятно, сейчас к лету женщины стараются как-то привести себя в форму. И я часто слышу, я голодаю, у меня голодание, я ем только овощи или я ем только фрукты, или я на диете ограничивающей. И несмотря на то, что на канале у меня много таких тем, и мой опыт о том, как я сожгла достаточное количество килограмм жира, постоянно, так сказать, находясь в сытом состоянии, да, то есть это возможно. Конечно, все-таки вопрос питания, наверное, он актуален и лишний раз не будет о нем рассказать. Итак, смотрите, самое главное, что нужно понять абсолютно каждый из нас или каждому из нас, что для того, чтобы сжечь жир, похудеть, мы должны быть сытыми. Это такая аксиома, которую нужно просто вот понять и принять. Потому что наш организм, вообще мы, мы без питания не функционируем. Но я имею в виду людей из социума, да. Для нас прием пищи – это очень важно. Если мы не будем питаться, мы не будем получать энергию, мы мало что сможем, плюс еще навредим очень своему организму. То есть питаться – это норма. Как только мы организму не додаем еды, то он не понимает причину, по которой его не накормили, по которой мы едим не то, что мы любим или хотим, да, по которой мы вдруг резко меняем свое питание на то, к чему не привыкли, то, что не любим, или страшно ограничиваем себя, или начинаем голодать. Он воспринимает это как стресс, как сигнал к тому, что нужно делать запасы. Он так работает. И это правильно. Потому что, а вдруг не дадут еды? Откуда человеку брать энергию? За что он откладывает при каждом новом приеме пищи какое-то количество жиры? Потому что, когда еды недостаточно, организм сжигает жир. Потому что именно из жира он берет энергию, которая нам нужна. Здесь все логично. Правильно? Смотрите, значит, какой выход? Для того, чтобы не накапливать эти самые жиры, мы должны сказать нашему организму, что он будет получать пищу всегда, когда ему это будет необходимо. И это достаточно просто сделать. Почему? Потому что давно изобретены разные системы. Но для меня и для моей семьи основной системой стала как раз-таки система сбалансированного питания, которая была разработана очень давно. Причем для людей, у которых избыток жира. То есть люди, страдающие ожирением. И эта система сбалансированного питания великолепно работает. Я сейчас не хочу говорить о том, что вот эта система единственная. Конечно, вы можете питаться так, как вы хотите. Потому что мне много говорили, а вот интервальное голодание – это суперски голодание. Чувствуете, да, это уже неправильно. Ну ладно, кето-диета – не вопрос. Я говорю о том, что я сама прошла, и это принесло результат. Так вот, это система сбалансированного питания, при которой человеку, страдающим ожирением, предлагается питаться пять раз в день. Три приема пищи основных, полноценных, завтрак, обед, ужин, и два перекуса. Для чего это делается? Как бы странно, да? Ну, человек и так полный. Зачем ему пять раз в день кормить еще едой? А все здесь очень тонко. Ведь придумывали это, создавали профессионалы. Этим питанием пятиразовым разгоняется метаболизм. Обменные процессы ускоряются. Организм начинает расшатывать и давать ему задание разгонять метаболизм. Вот это очень важно. Пятиразовое питание здесь именно для этого. Ну, вот вы сейчас видите, да, на своих экранах вот ту самую систему, по которой мы уже питаемся очень давно. И здесь очень хорошо прописано в каждый прием пищи, что должно быть. Количество белка, количество жиров и углеводов. Смотрите, следующий вопрос опять. Когда человек хочет похудеть? Или когда он хочет вообще заняться своим здоровьем? Или когда он думает о питании? Здесь встает вопрос следующий. То есть есть некая константа, какое количество белков, жиров и углеводов требуется человеку в день для того, чтобы пополнять запасы и все органы и системы работали нормально. А есть еще задачи. Вот человек хочет что? Вот я хочу правильно питаться, потому что я хочу похудеть. За этим ничего не стоит, допустим, для нашего организма. Он не понимает, что вы от него требуете. Потому что нужно понять, надо сжечь жир лишний? Или надо нарастить массу мышечную? Или нужно отрегулировать водный баланс? Или просто человек хочет правильно питаться, для того, чтобы у него организм очень долгие годы сохранял вот это состояние гармонии и здоровья? И это совершенно разные задачи. Потому что если нужно сжечь жир, вот эта вот схема сбалансированного питания будет выглядеть, ну скажем так, в одной форме. Если нужно нарастить мышечную массу, в другой, а если есть еще проблемы, допустим, с минералами, ну то есть у кости, надо осмотреть костную систему, да, много, мало, что там происходит с ней. И вот здесь, чтобы определить все-таки, что организму необходимо сейчас, что убрать, а что доработать, рекомендуется сделать анализ биоимпеданс. И вообще этот анализ рекомендуется делать достаточно часто, особенно уже, когда тебе за 40, за 50. Что за анализ? Он практически есть, мне кажется, в каждом городе, в каждой поликлинике, потому что это, ну я проходила, во всяком случае, такой аппарат, ты на него становишься, ногами голыми, руками держишься, знаете, что ты похожа как-то немножко на мотоцикл, да, только без второй части, вот только его нос. И запускается там процесс, и вот с тебя считывают информацию. И очень точно дается соотношение, в каком состоянии у тебя организм, да, сколько там жира в килограммах, сколько у тебя мяса, да, и кости в каком состоянии, да, и все это на вес определяется. И в соответствии с возрастом и ростом дается вот это соотношение, чего нужно добавить, а чего нужно убрать. Вот этот анализ биоимпеданс очень точно показывает, что нужно сейчас организму. И это относится, кстати, не только к тем людям, которые имеют лишний вес, а это относится к тем людям, у которых недостаток веса. Ведь если о лишнем весе часто говорят, и говорят, что нужно делать, то с недостатком веса гораздо сложнее, очень мало информации. А в соответствии с этим анализом по этой схеме питания мы очень четко можем с вами проследить, так какой пищи и в каком количестве мы должны употреблять, чтобы организм, ну скажем так, запел. Я именно так это воспринимаю. Когда организм получает полноценную пищу, он просто поет. Следующий вариант. Да, не вся пища у нас, ну скажем так, изначально здоровая. То, что мы покупаем в магазине, это не всегда то, вот то, о чем мы говорим, полноценное питание, да, это вот из этих продуктов мы составили это, это, это и едим. Для этого у нас существуют БАДы, то есть нутриенты. Это тоже отдельная тема. БАД, есть часть БАДов, скажем так, да, которые нужно есть, даже не консультируясь, если нет каких-то особых предпоказаний, да, это всегда омега-3, потому что омега-3, полиненасыщенные жирные кислоты, это те самые жиры, которые нам крайне необходимы, потому что они как раз-таки ускоряют обменные процессы, тот самый метаболизм и помогают сжечь лишний жир. Я сейчас больше о других БАДах не буду говорить, да, я думаю, что вы их знаете, но это очень важный продукт. Ну, о каких я еще скажу, конечно, о коллагене, могу сказать, да, потому что это тоже очень важный продукт питания для нас, потому что он работает как раз-таки на связки, на кости, ну и все такое прочее. Сегодня все-таки больше о питании. То есть то, чего мы не получаем с пищей, мы добавляем БАДами. И это тоже очень хорошо нужно понимать, потому что когда перед вами будет вот этот самый анализ пиомпитации, вы понимать будете, что нужно делать. В моем случае, когда я сделала этот анализ, соотношение уже на тот момент, после вот этой именно системы питания, я пришла на проверку, жира было и мясо, можно так скажу, да, идеальное соотношение, а вот минералов немножко не хватало, то есть костям нужно было добавить. И я добавила тогда хороший БАД, который пополнил мне вот, что-нибудь сказать, запасы моих костей, да, привести минералы в норму. Вот как это работает индивидуально. И поэтому, когда, посмотрев это видео о правильном питании, о нашем правильном питании, вы очень часто спрашивали меня, приведите примеры блюд, а я говорила, но это же не работает так, потому что мы все индивидуальны. И если вы просто получите расписание того, да, когда и что мы едим, то это будет неправильно. Знаете почему? Во-первых, потому что при разгоне метаболизма вначале человек даже не может столько съесть. Это значит, что главное принять пищу, но в меньших количествах, просто в меньших количествах, вот это и есть заставить организм включить обменные процессы, не спать, не спать, да, включайся, работай. Дальше. У человека есть его пристрастия пищевые, скажем так, да, один любит одно, другой любит другое. Одному вкусно это, другому невкусно это. И когда вы именно заботитесь о своем здоровье, да, и говорим мы о правильном питании, сбалансированном, это нужно учитывать. Ни в коем случае не надо менять питание. Вы должны употреблять в пищу максимально того, что вы любите и что вам вкусно. Помним, любая резкая смена для организма это большой стресс, и он этот стресс закинет в жир. Поэтому очень многие говорили, система не работает. Система не работает, потому что резкая смена произошла питание. А здесь нужно только выстроить ее по часам и правильно сбалансировать. Ну, как смотрим завтрак, допустим, да, 100 грамм белковых продуктов, 100 грамм сложных углеводов, 100 грамм овощей, 25-50 грамм хлеба с маслом обязательно, да. Просто приведу опять пример. Когда у меня спрашивали, ну как это, что такое сложные углеводы, расскажите на 100 грамм белковые продукты, ну еще понятно, на завтрак, да, ну это может быть яйцо, да, ну для меня это, для моей семьи это всегда белковые продукты, это яйца, сложные углеводы. Мы взяли для себя нут. Кто-то этот нут терпеть не может. Зачем ему этот нут есть? Изучите просто, в интернете много информации о сложных углеводах. Создайте себе свое меню. Просто нужно один раз съесть и это разобрать. Дальше 100 грамм овощей. Каких овощей? Вот знаете, очень многие прям с раздражением. Ну что вы не можете сказать, каких овощей? Я говорю, ну мы едим замороженные овощи, вот брокколи замороженную я готовлю там с какими-то бобовыми, что-то еще. Фу, это все не работает, говорили мне. Но если для вас не работает, значит выбирайте другие, любые другие овощи, да, ешьте. Ну и про хлеб. Ой, сколько я наслушалась про этот хлеб. Хватит, 50 грамм хлеба. Да вы что, с ума сошли? Нет, я не сошла с ума. У всей моей семьи шикарный результат. Вот именно на этом, на этом завтраке даже. Хлеб. Ну я ведь никогда не говорила, что нужно купить сладкий хлеб, сладкий батон в магазине, его есть. Мы покупаем либо из пекарни, либо чиабату, либо я пеку сама. Вот недавно освоила льняной хлеб, пекла я хлеб миндальный. Да, это на любителя. Моя семья, льняной хлеб, продинамила, а у нее он очень вкусный. Видите, в рамках одной семьи у каждого должны быть его привычные продукты, но только в правильном соотношении, то есть сбалансированное. Вы берете граммы и в эти граммы вкладываете ваш любимый продукт. Как определить, какой продукт белковый, какой углеводный, какой жировой, жирный? Есть в интернете тоже такие таблицы, где вы вбиваете, допустим, гречневая каша, и вы смотрите соотношение сколько в 100 грамм каши белков, жиров, углеводов. Чего больше к такой категории относится этот продукт? Больше белка, значит он белковый. Больше углеводов, значит он углеводный. Больше жиров, значит он больше относится к этой категории продуктов. Еще здесь нужно учитывать, конечно же, болезни, которые есть у человека. Ну, допустим, те, у кого сахарный диабет, инсулинорезистентность, те, у кого, допустим, больной желудок, да, то есть здесь нужно учитывать в питании именно болезнь данного органа, потому что питание, это реально есть наше лекарство, и очень многие болезни лечатся именно при правильном питании, то есть когда запускается метаболизм, организм избавляется от большого количества проблем. Проблема, вот как раз таки, полноты, она изначально, да, психологическая. Я знаю, что очень многие люди идут, как раз таки на разборке, да, к психологу, потому что проблема сильной полноты, она находится где-то там в голове, она включилась когда-то, это программа, которая не позволяет человеку, даже при сбалансированном питании, получить серьезные результаты. Да, человек снижает вес, но серьезных результатов нет, это значит, что проблема психологическая, где она, когда она появилась, можно поработать с психологом, можно поработать по методу Лосева, это безлогичное устранение программ, которые работают в нашем организме. Мы-то знать не знаем, думать не думаем, а программа к себе работает. Есть система, но нет четкого ответа, как именно вы должны питаться, потому что мы все индивидуальности, и это нужно понимать. Но что здесь самое главное? Какие советы? В безбалансированном питании, при желании снизить вес, привести себя в норму, самое главное все-таки это завтрак. Именно правильный завтрак запускает все наши системы в правильном соотношении, и запускает обменные процессы, тот самый метаболизм. А это и есть правильное начало дня. Ни в коем случае не есть прозапас. Вот это тоже одна из главных причин того, что мы переполняем наш организм, и потом от этого страдаем. Следующее. Ни в коем случае не заедать стресс. Я знаю, что это такое, потому что это, я думаю, в жизни любой человек проходил. Когда ты правильно питаешься, и когда ты сыт, при стрессе у тебя не возникает этого желания заедать. Отношение к стрессам тоже очень меняется. Очень-очень меняется. Почему? Потому что нервная система тоже напитывается, и она очень правильно реагирует на любые изменения. Утром перед едой хотя бы за полчаса желательно выпивать обязательно стакан тепло-горячей воды, потому что вот эта вода, она как пусковой механизм. Перед основным пуском, перед завтраком, грамотным, правильным, сбалансированным, они как бы дополняют друг друга, и для организма это очень важно. Прием пищи должен доставлять удовольствие, и при этом первое-наперво он должен служить тому, чтобы наш организм наполнялся едой так, чтобы дать потом нам эту энергию и сохранять вот эту стабильность течения всего дня. В результате что у нас получится с вами? А в результате у нас получится с вами, что многие те продукты, к которым мы относились очень трепетно, сладкое, всякое такое, тортики, пирожные, постепенно они для нас станут неинтересными, это будет нам невкусно, сладкий чай не захочется пить, сладкий кофе не захочется пить, потому что энергии достаточно в организме, потому что медленные углеводы работают, и правильно энергия поступает в наш организм, и мы здравомыслим, мы находимся в хорошем настроении, питание может так много, просто обалдеть. То есть если делать это правильно без резких скачков, то наш организм очень быстро придет в норму и уберет то лишнее, что было в нем. Конечно, хорошо бы добавить еще двигательную активность, это всегда приветствуется организмом, но все-таки питание в первую очередь. Ну и таким образом, что получится, мы с вами поменяем сладкую жизнь на яркую, а яркой жизни жить гораздо интереснее, чем просто сладкой и бесполезной. Ну что ж, дорогие мои, сегодня с удовольствием с вами поделилась вот этой темой о питании. Она реально очень интересная, она реально очень многогранная, но когда ты понимаешь вот эти самые основы правильного питания, сев один раз и разобрав, какой результат ты хочешь получить, ты вырабатываешь для себя свою систему питания и дальше делать техники. Ну вот этим я с вами и хотела поделиться сегодня. Мне очень приятно будет, если вы поддержите это видео пальчиком вверх. Конечно, я буду ждать ваши комментарии и ваши отзывы. И вы часто пишите мне, что не очень-то верили в ту систему питания, о которой я говорила. Я ее не придумала, нет. Я просто ее для себя применила когда-то, ну не только для себя, для своей семьи. И мы получили результаты устойчивые. Вот это самое классное. Ничего не меняем, мы получаем устойчивые результаты. Нету колебания веса ни зимой, ни летом. То есть нету их тела, держит свою форму и держит один и тот же вес. Вот это показатель стабильности. Очень рада была с вами сегодня повстречаться. На следующей неделе желаю вам всего самого-самого хорошего, самого-самого приятного. Будьте здоровы, будьте красивы, будьте гармоничны. Конечно же дарите миру любовь и мир ответит вам тем же. Ну а с вами была Людмила Батакова. Всего хорошего. Пока-пока и до встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин